МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! С вами Леся Харлина. О главных темах сегодня. Вред здоровью, клевета, убийства и неуважения к суду. Житель Сасова отличился. Все по-взрослому, куда бегут трудные подростки из детских домов и как проводят время. Настоящий детектив разыгрался в Кадомском районе. Местный житель успел отличиться сразу в нескольких криминальных эпизодах. Семейные драмы бывают у всех. Супруги Данюковы, воспитывавшие двоих малолетних детей, тоже не всегда решали проблемы мирно. Последней каплей стало причинение вреда здоровью тесте. Но после развода непонимание не закончилось. Бывший супруг даже обвинил экс-жену в серьезном преступлении. Якобы она ударила его ножом в живот. Ранение и правда оказалось опасным для жизни. Вот только причинил его потерпевший себе сам. Но следствие план сомнительной мести раскусило. Через неделю примерно после этого он приехал к жене, мотивируясь тем, что хотел проститься с детьми. У него было с собой охотничье ружье. Как в период следствия он пояснял, что оно у него было разобранным состоянием. И заходя в дом, он его собрал, чтобы не мешалось ему это ружье, чтобы обнимать детей. Но до объятий дело так и не дошло. Бывший муж увидел детей в компании нового потенциального папы. За убийство мужчины ему предстоит ответить по закону. По сути мы вменяли 105-й и 1-й, потому что мы мотивировали, что все-таки производил выстрелы. Два было выстрела из ружья. Одним выстрелом был ранен, так скажем, сожитель в результате ранения. Он погиб. А второй выстрел пришелся так в бок бывшей жене. Но тут, учитывая вот эту неоднозначную ситуацию, что все-таки они находились друг около друга, пришлось, так скажем, обменять вот именно часть первого убийства в отношении вот погибшего. А прямо в зале суда обвиняемый мудрился заработать еще одну статью. Он запустил в гособвинителя ботинком. Так что в следующий раз обнять детей ему удастся еще не скоро. Новости из Паска. Шекспировскими разыгравшиеся страсти не назовешь. Вино всему опять алкоголь. Но трагедии избежать не удалось. В ночь на 20 апреля в селе Ижевское сожитель приревновал свою подругу к собутыльнику и зарезал потенциального конкурента. Молодой парень скончался на месте происшествия. Мужчина заставил женщин вытащить его тело на крыльцо, где они его оставили, и тело погибшего было обнаружено сотрудниками полиции. А уже следующей ночью похожая драма произошла в самом Спаске. Правда, за нож взялась дама. Девушка, она же мама двоих несовершеннолетних детей, пришла домой поздно и навеселе. Расспросы мужа, которые сопровождались еще и увесистыми тумаками, показались слишком навязчивыми. К сожалению, любовь к спиртному всегда оказывается сильнее любви к детям и к самим себе. Виновникам происшествий придется ответить за свои действия по закону. Они ведут себя с напускной независимостью, открыто высказываются о своем нежелании учиться, относятся неуважительно к учителям, а авторитет сверстников завоевывают с помощью физической силы. Это подростки, которых называют трудными. Они часто становятся на путь правонарушений, считая себя отвергнутыми школьным коллективом и родителями. Многие из них попадают в детские дома, и одним из любимых развлечений становится побег оттуда. На территории только Рыбновского района Рязанской области имеются две школы-интерната, и некоторых подопечных органы полиции и следствия уже знают в лицо. Основной возраст – это как раз 16-17 лет. То есть как раз уже, когда люди приходят к совершеннолетию, им хочется, так сказать, больше свободы, нет желания учиться, хочется, видимо, ездить в Рязани, в клубы, потому что находятся в городе Рязани в основном. Часть из них возвращается, где-то процентов 20 возвращается самостоятельно, другая часть обычно бывает с сотрудниками полиции задержана. Притом, к сожалению, задерживают их за мелкое хулиганство по статьям здравоупотребления алкогольных напитков. На поиски пропавшего ребенка бросаются все силы – сотрудники полиции, следственного комитета, самой школы-интерната и волонтеры. И пока беглец развлекается и потешается над поисками, другому ребенку может понадобиться реальная помощь. Надо отдать должное, за первый квартал этого года ни один из таких детей не совершил преступления. Правда, опять же, ни один так и не дал вразумительного ответа, куда бежал и на что рассчитывал. Нигде не выявлено фактов каких-то таких вот взаимоотношений. Сами же те же дети, которые, они в принципе находятся в течение небольшого длительного срока, их находят, никаких нетелесных повреждений у них нет, ничего сами, они тоже об этом не говорят, что у них какие-то конфликтные ситуации. Никто в интернате об этом не говорит. Если нас смотрят подростки, скажу одно, авторитеты уважения к себе – вещи принципиально разные. Подумайте над этим. На вид он крепкий и здоровый мужчина, рост 176 сантиметров. Одевается опрятно. Несмотря на азиатскую внешность, говорит без акцента и производит впечатление очень образованного человека. Николая всегда описывали как очаровательного и интересного собеседника, безупречного до носков ботинок. Вот только одно «но». Он жестоко убил и съел от 50 до 100 женщин. Это по неофициальным данным. Несколько раз попадал в лечебницы, возвращался из них в свое же родное село и даже сам просил о расстреле. Смотрите далее. Джумангалиев Николай Ясполович родился в 1952 году. Он был предпоследним ребенком в семье и ни разу не отличился ни жестоким нравом, ни особыми наклонностями. Ровно до того момента, когда был пойман на месте преступления. Родился он в Казахстане в семье казаха и белорусски. Они работали в колхозе. Тогда в Алма-Атинской области поселок Узунагач. У Николая никогда не было проблем ни с собеседниками, ни с прекрасным полом, который, кстати, сам Джумангалиев прекрасным совсем не считал. Низшие существа, нуждающиеся в хорошем уроке. Позже он сам себя называл превосходящим существом и потомком Чингисхана – чистильщиком. Впрочем, почему называл? Ни следователи, ни пресса не подтверждают, что Джумангалиева нет в живых. За решетку он так и не попал. Его то и дело насильно упекали в лечебнице. А между поездками туда и регулярными побегами он продолжал свою бесчеловечную миссию. В этой истории вообще много нестыковок. Этого человека звали Железный Клык, поскольку у него были металлические зубы. И в свое время он прослыл самым известным каннибалом в Советском Союзе. Говорят, учился он посредственно. За школой, как у всех мальчишек, того времени последовали ПТУ, курсы шоферов, армия. В 16 лет он даже одновременно поступил в вечернюю школу и Алма-Атинское железнодорожное училище. Мог стать вполне приличным, перспективным по тем меркам человеком. Один непонятный инцидент в семье Джуман Галиева все же был. Но тогда его не связали с Николаем. Сам он на эту тему никогда ни с кем не отправили ничего. Был такой случай, когда в их семье одна из сестер пропала. Ее долго искали, но так и не нашли. И история, покрытая мраком, доказать вину брата к исчезновению, к убийству сестры, тогда никто не смог. И, в общем-то, это особо не пытались сделать и не думали об этом. В 78-м году Джуман Галиев возвращается в Алма-Ату и устраивается работать в пожарную часть. Для тех, кто не знает, тогда пожарные части являлись структурными подразделениями Министерства внутренних дел Советского Союза. Криминалисты давно доказали, что у серийных убийц есть особая тяга к службе в правоохранительных органах. Николай был не исключением. Два года Джуман Галиев готовился к первому убийству, выбрав себе в жертву участницу секты, адвентиста седьмого дня. Но не стоит думать, что он истреблял только сектантов. Первоначальные мотивы преступлений были куда банальнее. Джуман Галиев всегда нравился девушкам и бессовестно этим пользовался. Беспорядочные связи не могли обойтись без последствий. Николая наградили букетом венерических заболеваний. Из чего был сделан категорический вывод. Все белые женщины заслуживают хорошей чистки рядов. У него возникла злость на женщин. Тем более, поскольку отец был казахом и исповедовал ислам, то Джуман Галиев белых женщин расценивал как неверных, как нарушительниц исламских традиций. Удивительно, но уже после пяти совершенных убийств Джуман Галиев был арестован за преступление, не имеющее к ним никакого отношения. Он случайно застрелил из ружья одного из своих коллег. Мужчины выпивали, веселились и так получилось. Но то, что последовало далее, не выдерживает никакой критики. В Московском институте имени Сербского Николаю ставят диагноз шизофрения. Формально ему дают 4,5 года лишения свободы, но реально он возвращается домой уже в первый год. С каких это пор в Советском Союзе преступника шизофреника отпускают просто потому, что он хороший парень. С тех пор, как он говорил, я любил охотиться, но вот с определенного момента у него пошла охота уже не на зверей, а на женщин. Федеральные каналы и блогеры не постеснялись показать массовому зрителю и выложить в сеть подробности биографии преступника и кадры оперативной съемки. Мы сочли их слишком жестокими. Джаман Галиев не просто убивал женщин. Он как животное пил свежую кровь, разрезал тела на куски, а затем ел их. То, что удавалось находить следователям, тяжело было назвать трупом. Опять же странно, что серийный убийца и каннибал ни разу не привлек внимание общественности. Но однажды Джамагалиев сделал, как говорится, прокол. Он пригласил к себе в гости знакомых парней, накормил их мясом. Но в какой-то момент, когда они выпивали и крепко выпили, он вышел себе в другую комнату, где у него как раз лежал труп очередной убитой им жертвой. Собутыльник долго не возвращался и за ним решили сходить. То, что мужчину увидели, повергло их в настоящий шок. Не медленнее секунды они побежали в местное отделение милиции и вернулись уже с оперативниками. Джамагалиев в одном нижнем белье с топором в руках стоял рядом с тиром жертвы. Оперативники сами, как вкопанно, остановились. Он, увидев, что его могут задержать, он в этот момент, как был, практически голый, он выпрыгнулся с этим топориком в окно и убежал в горы. Там он где-то скитался, жил у дальней родственницы, но в конце концов его вычислили. Что получилось в итоге? Хорошего парня, которого любило все село, суд тут же признает невменяемым. И вместо заслуженной тюремной камеры Джамагалиев попадает в ташкентскую лечебницу, где 8 лет ударными дозами лекарств из него выбивали его дурь. То есть, говоря доступным языком, отечественная психиатрия изуродовала его психику еще больше. Он дважды пытался покончить с собой, но неудачно. Через 8 лет местные светилы решили, что он почти здоров, и отправили его в обычную психушку по месту проживания. И тут еще одна странность. Для конвоя знаменитого серийного убийцы правоохранительная система выделила аж два человека – санитара и медсестру. Догадайтесь, что было потом. Как и все серийные убийцы, Джамагалиев отличался большой физической силой, которой и воспользовался, покинув провожатых. Тогда был объявлен розыск по всей стране. Искали его практически в каждом городе, в Москве и в Рязани, потому что все понимали, что преступники такого рода, они не прекращают свою деятельность, они просто не могут прекратить. Это также для них, как обычный человек, нуждается в пище. В итоге Джамагалиева поймали и снова поместили в клинику. А спустя еще несколько лет, как здорового человека отправили домой, в родной поселок. Где почему-то, к удивлению семьи кровавого маньяка, никто не хотел с ним знаться. Его уже и не боялись, а люто ненавидели и не скрывали такого отношения. Поскольку уже все знали, что это за человек, то люди плевали ему в лицо, женщины плевали, мужчины его оскорбляли. И сначала он не выдержал такой травли и пытался куда-то сбежать. Потом в Кицексово сбежал опять в горы, пытался попасть в тюрьму, в больницу. Есть данные, что впечатлительный и оскорбленный Джамагалиев несколько раз просил о расстреле. Нелегко потомку Чингисхана терпеть издевательства бренных. Последние данные о нем датируются 2000 годом. Местонахождение неизвестно, а в районах, где он проживал, находят обезображенные трупы. И нет ни одной записи, свидетельствующей, что Джамагалиев снова в лечебнице или вовсе умер. Многие статьи о нем заканчиваются по-современному хлестко и лаконично. Видимо, размышлениями писавших. Да здравствует гуманное отношение к преступникам вообще и к серийным убийцам в частности. Комментарии излишни. Один мудрый человек сказал, будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на Земле и одно из самых эффективных. Когда нет времени на алкоголь и непонятные компании, происходит гораздо меньше неприятностей. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин